Приветствую всех юных программистов в нашем очевидном уроке, который будет отличаться от всех остальных тем, что мы здесь не будем создавать никаких проектов, но рассмотрим, какие бывают виды игр, узнаем, кто делает игры, и, возможно, кто-то сможет выбрать свою будущую профессию. И, возможно, ты удивишься, когда мы начнем рассматривать понятие игры, хотя до этого создавали игры. Все-таки, что такое игра? Можно сказать, что вся наша жизнь – игра. А как же в нашей жизни вообще компьютерные игры? Какую играют роль? В Всемирной Эциклопедии и Пикипедии сказано, что когда создаются компьютерные игры, это часто происходит на основе каких-то фильмов и книг. И очень часто это делается на основе достаточно популярных фильмов. Почему? Потому что если люди смотрят какие-то фильмы, передачи, это их интересует, и, соответственно, им будет интересно проиграть в соответствующие игры. Бывают, конечно, и обратные случаи. Сначала придумывается какая-то история, на основе которой создается игра, а потом снимаются фильмы или мультфильмы по мотивам этой игры. Такие примеры тоже есть, и, возможно, ты даже знаешь примеры таких игр. С 2011 года компьютерные игры официально признаны в Соединенных Штатах Америки отдельным видом искусства. И действительно, сегодня можно сказать, что это искусство, потому что в создании игр участвует большое количество людей, игры бывают самые разные, и для их создания требуется очень много времени и сил. А еще один фактор заключается в том, что компьютерные игры оказали столь существенное влияние на общество, что в информационных технологиях отмечена устойчивая тенденция геймификации для неигрового прикладного программного обеспечения, но и вообще геймификации каких-то других процессов, даже бизнес-процессов, каких-то производственных. Геймификация иначе по-русски даже называется игрофикацией, и она используется часто для того, чтобы обучать летчиков, хирургов, солдат, людей различных других профессий. Есть игровые тренажеры, которые помогают освоить сложные механизмы. В некоторых фирмах сотрудники играют в стратегические игры, чтобы улучшить навыки планирования, то есть обучаются. Ну и, наверное, если бы ты учился в геймифицированных каких-то школах, то тебе было бы интересно получать не просто оценки, какие-то призы, награды, и это было бы дополнительным стимулом к обучению. Вполне вероятно, что в скором времени именно так обучение будет происходить. Ну и опять же, какие-то производственные процессы тоже наоснованы на том, чтобы сотрудники получали какие-то бонусы. И это увеличивает мотивацию, интерес к работе, получению результата, и все это называется геймификацией или по-русски игрофикацией. Поэтому игры сейчас действительно это очень важная такая сфера разработок. Для того, чтобы быть профессионалом, необходимо грамотно систематизировать и классифицировать игры. И прежде чем мы перейдем к рассмотрению различных видов игр, мы еще рассмотрим определение, опять же из Википедии, понятие систематизации и классификации. Итак, систематизация – это слово произошло от греческого «система» и означает «целое, состоящее из частей». И систематизация называют мыслительную деятельность, в процессе которой изучаемые объекты организуются в определенную систему на основе выбранного принципа. То есть по каким-то принципам мы определим систему видов игр, и ты будешь в ней ориентироваться для того, чтобы создавать какие-то свои новые проекты. Важнейшим видом систематизации является классификация, то есть распределение объектов по группам на основе установления сходства и различий. Например, наверняка тебе известны классификации различных видов животных, растений, ну и в старших классах химических элементов и каких-то других явлений жизни. Или можно еще сказать, что классификация – это осмысленный порядок вещей, явлений, разделение их на разновидности согласно каким-либо важным признакам. И вот в зависимости от того, по каким признакам мы классифицируем объекты, мы получаем различные систематизации, различные системы. Какие бывают признаки классификации компьютерных игр? Опять же, в Википедии указаны некоторые из них, и я их сейчас процитирую. Это не единственные признаки, возможно, ты встретишься в профессиональной деятельности с какими-то другими, но уже сейчас мы можем определенно сказать, самый популярный признак классификации компьютерных игр – это жанр. Игра может принадлежать как к одному, так и даже к нескольким жанрам, а в уникальных случаях открывать новый или быть вне всяких жанров. Такое тоже возможно. Следующий признак классификации – это количество игроков и способ их взаимодействия. Игра может быть однопользовательской, рассчитанной на игру одного человека, или многопользовательской. Сейчас таких игр все больше и больше, благодаря тому, что у нас есть социальные сети, и одновременно могут играть в игре несколько человек, или даже сотни тысяч, которые будут объединяться в какие-то команды. Также игра может вестись на одном компьютере, или через интернет, или через электронную почту, или массово. То есть самые разные виды реализации. И разные способы взаимодействия игроков в игре. Либо игрок взаимодействует только с персонажами игры, либо он взаимодействует и с другими людьми, с другими игроками. Следующий признак классификации – визуальное представление. Игра может как использовать графические средства оформления, так и, напротив, быть текстовой. Текстовые игры тоже в свое время были очень популярными, но и сейчас могут иногда тоже встречаться. Игра может быть двумерной или трехмерной. Ты знаешь, чем отличается трехмерная графика от двумерной графики, и мы тоже этим вопросом уделяем внимание в нашем курсе. Есть также звуковые игры. В них вместо визуального представления используются звуки. Либо вместе с визуальным представлением, допустим, музыкальные игры, мы в конце нашего курса тоже создадим несколько проектов с музыкальным оформлением. Ну и, наконец, последний признак, который мы рассмотрим – это платформа. Игра может принадлежать как к одной платформе, то есть быть реализованной на одной платформе, к примеру, только на персональных компьютерах с операционной системой Windows, или только на планшетах с Android, или быть мультиплатформенной, то есть работать на самых разных устройствах одинаково. И даже сейчас уже есть такие игры, которые поддерживают возможность игры с разных устройств, но в одном и том же аккаунте. Какие существуют основные игровые жанры? Поскольку жанры все-таки – это признак классификации, самые популярные, и жанры бывают самые разные, мы сейчас некоторые из них рассмотрим, и, возможно, ты узнаешь некоторые игры и сможешь реализовать их дальше. Тоже в энциклопедии Википедия есть некоторые классификации, часть которой я привожу. Есть так называемый адвенчур, или приключенческие игры. Это игры с полноценным литературным сюжетом, где игрок в процессе игры сам раскрывает все перипетии этого сюжета, то есть фактически действительно становится участником каких-то приключений. Есть боевики или экшены. Игра, которая состоит в основном из боевых сцен, драк, перестрелок. Боевики подразделяются также на другие подтипы. Это шутеры или стрелялки, файтинги или драчки, и какие-то другие. Есть ролевые игры, которые тоже любят многие игроки, или RPG по-английски аббревиатура. Игра, отличительной особенностью которой является наличие у персонажей определенных навыков и характеристик, которые можно обрести, а впоследствии развивать, выполняя какие-либо действия. То есть надо обязательно развивать персонажей, чему-то их обучать, и потом какие-то делать завоевания, например. Стратегические игры тоже интересны. Жанр – это игры, которые представляют собой управление различными масштабными процессами, например, строительством городов, ведение бизнеса, командование армией и какие-то другие стратегические задачи. Игровой процесс может здесь идти как в реальном времени, так и в пошаговом режиме. То есть пошагово можно выполнять какие-то задачи стратегические, планировать что-то. Очень интересный жанр симуляторов. Это игры, которые полностью имитируют какую-либо область реальной жизни. Например, имитацию управления гоночным автомобилем или самолетом, или, допустим, есть очень много спортивных симуляторов, игра в хоккей, футбол. Головоломки тоже очень многие любят игроки. Это игры, которые полностью или более чем наполовину состоят из решения различных логических задач и головоломок. Бывают головоломки очень сложные, их много разных уровней, бывают менее сложные, в которые можно поиграть один раз и потом искать другие. Еще интересные игры, с которыми, возможно, ты сталкивался, но не задумывался, это образовательные игры. Игры, которые включают в себя элементы обучающих программ. То есть мы играем и учимся одновременно. Я тебе тоже уже показывала некоторые образовательные демонстрационные проекты. Это не совсем полноценные игры, но в одном из уроков мы рассмотрим образовательную игру. Ну и, наконец, последнее в нашей классификации жанров это забавы игры, где психологическое впечатление от происходящего на экране гораздо важнее самого процесса игры. Например, вид лопающихся пузырьков. Или многие дети любят так называемые кликеры. То есть нужно кликать мышкой по каким-то объектам и что-то там будет происходить. Например, лопаться пузырьки. И много других, конечно, существует жанров. И сейчас все чаще встречаются игры со смешанными жанрами. Есть еще также квесты. Это, в принципе, смесь экшена и адвенчер. То есть это такая приключенческая боевая игра, можно сказать. Ну или логическая игра, в которой нужно решать разные задачи и переходить между разными уровнями. Тоже могут быть такие квесты. Мы тоже такой логический квест интеллектуальный с тобой создавали. Для того, чтобы разрабатывать игры, необходимо знать, какие у игры есть элементы. Многие из них мы уже с тобой реализовывали. Эту классификацию элементов я взяла из книги «Программирование для детей». Я на нее ссылаюсь. И сейчас ее приведу и прокомментирую. Самое важное, конечно, в любой игре – это сюжет и логика игры. Каждой игре нужен хороший сюжет, некоторая цель, которая должна быть понятна игроку. Например, спасение принцессы или достижение какого-то высокого уровня или победа над каким-то врагом. Грамотно проработанная игровая логика не дает игроку скучать. Тут у меня опечатка на «даст». Не даст, конечно, игроку скучать. То есть, если есть какой-то сюжет и понятны цели и задачи, тогда всегда интересно и хочется играть еще. Игровая физика – не менее важный элемент игры. Чтобы игра была достоверной, нужно воссоздать в ее виртуальном мире законы мира реального. Ну или виртуального, но чтобы эти законы были понятны игроку. Например, гравитацию, реакцию на столкновения, чтобы игровые элементы, объекты, например, если это мяч, прыгали подобно тому, как это происходит в реальной жизни. Чтобы персонажи перемещались, ходили, например, наш код, пусть он даже и мультипликационный, и ходит только на задних лапах, но он передвигает лапы, и мы видим, что он идет. И многие другие элементы игровой физики, которые мы тоже еще будем рассматривать, возможно, даже не только в этом курсе, но в отдельных других моих уроках. Следующий элемент, опять же, какой элемент не рассмотришь, все элементы очень важные, это графика. Чем более реалистичны становятся игры, тем сложнее их графика. И сейчас ты знаешь, есть трехмерные игры, где все очень похоже на реальную жизнь. Движение людей, дым, воду очень трудно изобразить достоверно, и для этого делаются специальные графические редакторы, специальные графические движки, 3D-редакторы с различными системами частиц, и постоянно они совершенствуются, и вместе с этим совершенствуются компьютеры, графические карты, то есть техническая составляющая, аппаратная тоже очень важна. Управление тоже снова очень важный элемент игры. В хорошей игре нужно удобное и понятное управление. Например, мы с тобой уже делали управление клавиатурой, управление мышкой. Удачное управление заставляет игрока забыть о том, что он нажимает на кнопки или использует какие-то другие манипуляторы. Это происходит абсолютно естественно, и мы даже с тобой уже экспериментировали, разным способом реализовывали управление с помощью клавиатуры и убеждали, что в некоторых случаях нужно использовать одни способы, в некоторых – другие. Звук. Еще одна важная составляющая игры, и, как я уже сказала, у нас будет урок, посвященный работе со звуком. Все голоса, звучащие в игре, должны быть записаны, то есть их необходимо записывать и обрабатывать, чтобы они хорошо звучали. Также нужно создавать фоновую музыку, сопровождающую звуковые эффекты, которые будут, с одной стороны, создавать некую сюжетную составляющую, какое-то настроение у игрока, и также сигнализировать о каких-то происходящих событиях, например, звук взрыва или лопание пузырьков. И, наконец, наверное, не очень понятный, но уже известный тебе термин – искусственный интеллект. Это тоже важный элемент игры. Люди часто играют вместе с компьютерными игроками или против них. Искусственный интеллект позволяет компьютерным персонажам вести себя так, будто они живые. И, как это ни странно звучит, но когда мы с тобой использовали случайные числа, мы немножко как бы делали игру с искусственным интеллектом, потому что наш персонаж, который прятался, или привидение, или губа, он это делал так, что нам, в общем-то, казалось, что он как будто бы думает сам, хотя это всего лишь случайные числа. Мы также делали умную проверку результатов, которые вводил пользователь ответов, подсчитывали количество ошибок по буквам, и, в общем-то, это тоже какой-то маленький зачаток интеллекта. Хотя совсем-совсем чуть-чуть, но мы уже к этому прикоснулись. И в отдельном уроке я тебе покажу еще более сложные вещи. Теперь ты знаешь, какие есть элементы игры, и вполне предполагаешь, что одному человеку, если игра большая и сложная, справиться с реализацией игры не то чтобы невозможно, но не так-то просто, потому что на самом деле над каждой игрой работает команда. Возможно, это будет даже два человека, три человека, но один, как говорится, в поле не воин. И я предлагаю тебе некоторые наименования таких направлений или профессий разработчиков игры, и ты можешь себе выбрать то же, что тебе больше всего нравится. Вот уже первый пункт отобразился, это генератор идей, или креативный директор, или автор идеи. Всегда любой проект, любой мультфильм, любая игра начинается с идеи. Хотя идеи по существу ничего не стоят, но если идея классная, или их много разных так называемых фич, тогда игра будет интересной многим. Сценарист. Это человек, который на основе уже идеи расписывает сценарий, и ты наверняка помнишь, как мы расписывали сценарии. Иногда это даже немножко скучно, но если работает команда, если проект, еще раз повторю, большой, то все запомнить не так-то просто, поэтому необходимо обязательно зафиксировать сценарий. Отдельная профессия, отдельный участник команды разработчиков игр, это дизайнер. Может быть дизайнеров несколько, либо один дизайнер сочетает в себе несколько задач. Это дизайн уровня игры, дизайн интерфейса, то есть управляющих элементов, различных кнопок, каких-то информационных сообщений, чтобы пользователю было понятно. Дизайнер обложки, в кавычке я взяла, потому что какая может быть обложка игры. Но у игры, например, могут быть стартовые, финальные заставки, может быть то, что ее сопровождает в процессе распространения, то есть какие-то описания, рекламные буклеты, чтобы потенциальные игроки заинтересовались этой игрой, этим проектом и начали в нее играть. Отдельно можно выделить, вроде бы это и дизайнер, но его называют иллюстратором или мультипликатором. Фактически это художник, который рисует персонажей. Это особая на самом деле деятельность. Если у тебя получается рисовать красивых персонажей, фактически у тебя есть будущее, потому что нарисовать уникального персонажа, который понравится многим игрокам, на самом деле не так-то просто. Он должен чем-то отличаться, таким интересным, и быть действительно необычным, чтобы привлекать внимание. Следующий член команды разработчиков игр – звукорежиссер. Это человек, который работает со звуком, но и в большей степени он его обрабатывает, следит за тем, чтобы все звуковые эффекты были правильными, в нужных местах, хорошо звучали и не мешали игровому процессу, а наоборот создавали общую хорошую картину, сюжет. Звукорежиссер, в принципе, если он хорошо владеет музыкальной грамотой и любит вообще музыку, может быть и композитором, хотя очень редко эти специальности совмещаются, потому что композитор – это все-таки творческая профессия. Звукорежиссер – это фактически инженер. Инженер – он сводит звук, и чтобы все хорошо звучало, контролирует. А композитор – он творит, он придумывает новую музыку. И игра, в которой есть своя уникальная музыка, она всегда более интересна. Ну или можно сказать, что в играх это не совсем композиторы, это в каких-то сложных проектах композиторы, но могут быть саундмейкеры, те люди, которые на основе каких-то сэмплов, каких-то примеров звуковых, собирают просто звуковые эффекты и какую-то музыкальную композицию для своего проекта. Конечно же, мы наконец добрались до главной профессии, хотя все перечисленные не менее важны. Это программист. Если в команде разработчиков игр нет программиста, то никакого проекта не получится. И если у нас в команде всего два человека, то, как правило, один человек творческий, он и дизайнер, и в какой-то мере сценарист может быть вместе с программистом, и звукорежиссер, и, возможно, саундмейкер, иногда даже композитор. А второй человек – это программист. То есть совмещаются два таких направления, назовем их одно творческое, и второе уже чисто техническое. То есть человек, который знает языки программирования и пишет код, и проверяет, как это все работает. А помогать ему в этом деле может специальный человек, которого называют тестировщиком, который тестирует все уровни игры. И фактически работа тестировщика игры – это постоянная игра в какие-то игры. Но у него работа более сложная, чем у игрока, потому что он должен находить баги, должен находить ошибки и грамотным образом их описывать, отыскивать причины этих ошибок и сообщать программисту. Либо, опять же, тестировщиком может быть одновременно и программист, который постоянно тестирует, проверяет работу своего проекта. Мы тоже с тобой занимались тестированием наших проектов и изменяли какие-то вещи, исправляли ошибки. И последний член команды разработчиков игр, которого я назову, условно назову его маркетологом, это человек, который занимается распространением игры. Есть еще другие названия, не буду сейчас тебя нагружать новыми терминами, но когда у нас игра готова, в нашей сегодняшней ситуации, для того, чтобы об этой игре узнали, ее необходимо распространить, о ней необходимо сообщить, ее необходимо прорекламировать. Когда игра вышла, надо следить за тем, сколько людей в нее играют, довольны ли они, нравится ли им играть в эту игру. И если что-то не нравится, то, соответственно, реагировать и находить какие-то пути исправления ошибок, или каких-то, может быть, это не ошибки, а каких-то недоработок. Например, все хорошо, замечательно работает, но персонажей не очень интересны, и, может быть, надо нарисовать что-то другое. Часто бывает так, что если игра на рынке очень долгая, у нее много игроков, многие игроки генерируют новые идеи, подбрасывают их разработчикам, а разработчики их реализуют, и игра становится лучше, лучше и лучше. Этот список профессий является, возможно, неполным и даже приблизительным, и, возможно, в некоторых источниках, если ты будешь изучать профессии разработчиков игр, ты встречишь другие перечни. Например, я тоже поискала, что есть в сети интернет о профессиях в сфере разработки игр, и нашла неплохую статью, посвященную описанию игровых профессий. Ссылку на эту статью я размещу под данным видеоуроком, и ты сможешь узнать немного более подробно о тех профессиях, которые связаны с разработкой игр. На этом же сайте я нашла также хорошую статью, где есть списки учебных заведений, где можно научиться отдельным профессиям и стать профессиональным разработчиком игр. А если говорить вообще о разработке игр, то это сегодня уже почти целая индустрия, отдельная отрасль, направление информационных технологий, которое стало очень популярным. Оно же также является относительно новым. Если сравнивать, например, с профессией программиста просто, то разработчик игр – это более молодая профессия. И центральным в сфере разработки игр является понятие геймдизайна. На эту тему есть много разных статей, книг, в основном зарубежных, англоязычных, но есть также и русскоязычные публикации. И на одном из популярных и известных ресурсов, посвященных разработке игр, есть переводная статья под названием «Введение в геймдизайн. Основные понятия и принципы проектирования игр». Тоже ссылку на эту статью я размещу под данным уроком. Ну и там сказано, что геймдизайн – это процесс создания игрового контента и правил. А хороший геймдизайн – это процесс создания целей, которые игрок хочет достигнуть, и правил, которым игрок будет следовать в процессе принятия значимых решений на пути к достижению этих целей. Оказывается, что геймдизайн – это основа индустрии разработки игр. И фактически есть такая уже специальность, которая называется геймдизайнер. И вот во всемирной энциклопедии Википедии сказано, что геймдизайнер – это специалист, разрабатывающий правила, стиль и дизайн компьютерных игр. В общем-то, с этого действительно все начинается в разработке игры. И роль геймдизайнера аналогична роли постановщика задачи в обычном программировании или даже режиссера в кино. То есть фактически геймдизайнер – это руководитель команды разработчиков игр, руководитель всех других специалистов. Геймдизайнер должен уметь донести свое видение игры до остальных, зачастую мыслящих совершенно по-разному, как, например, художники и программисты. Да и вообще все люди думают по-разному, правда? Поэтому для геймдизайнера важны навыки общения. Он должен уметь излагать свои мысли устно и на бумаге. Но из дополнительных навыков для геймдизайнера хороши любые применимые в разработке игр. Это и художественный вкус, рисование, 3D-моделирование, а также минимальное знание математики, физики и программирования. Если геймдизайнер не будет иметь представления об этих направлениях, конечно же, он не сможет описать понятным языком то, что он ожидает от других исполнителей, от других специалистов в своей команде. И основной задачей геймдизайнера является разработка специального документа. Он называется дизайн-документ или на жаргоне разработчиков игр – диздок. В этом документе простым языком описываются правила и особенности игры, а также все ее составляющие. И даже часто в этом документе записывается, кто какие задачи решает из команды разработчиков и какие части проекта реализует. На самом деле мы с тобой уже начинали разрабатывать дизайн-документ, когда учились описывать сценарий игры. Конечно, описание сценария игры мы делали очень простым способом, самым простым, но в каком-то смысле похожим образом описывается и дизайн-документ. Конечно, там есть свои особенности, и если ты захочешь стать профессионалом в этой сфере, ты освоишь эту технологию. Даже если ты будешь инди-разработчиком, то есть разработчиком своей собственной игры, возможно, в небольшой команде, с какими-то друзьями, и, быть может, твой проект станет одним из самых популярных в мире. Все перечисленные профессии, как я уже говорила, могут уточняться, и это зависит от того, в какой команде разрабатывается игра, насколько сложный проект, каков бюджет, насколько долго планируется поддерживать этот проект и каких-то других вопросов. Мы не будем сейчас их рассматривать, потому что у нас задача другая, у нас задача научиться программировать игры в Scratch. Но если ты захочешь развиваться, теперь ты знаешь, в какую сторону тебе двигаться. Вот такой вот большой набор, можно сказать, профессий перед тобой, и ты можешь реализовать себя в любом из направлений. Ну а наш курс, я надеюсь, тебе в этом помогает. Вот такой теоретически получился у нас урок. Я очень надеюсь, что это получил массу полезной информации. И в следующем уроке мы продолжим реализацию новых проектов и узнавать все больше и больше о том, как программируются игры. До встречи в следующем уроке! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!